Если Хазарат будет не против, последним вопросом закончим. Он более относится к нашей теме. Хотя такой вопрос простой. Как поднять свой иман? Хазарат, брат спрашивает. Ну, это как бы непосредственно с счастьем связано тем. Нету ничего, брат мой. Нету ничего более мощнее, сильнее для поднятия имана. Кроме как Кур'ан. Поэтому это поминание Аллаха, это речь Аллаха. Как сказал Аль-Аззи ибн Абдусалам Клянусь Аллахом, говорит Клянусь Аллахом, говорит Ничего не смогут достичь в этой жизни без Аллаха. То есть даже листок не падает с дерева без повеления Аллаха. А как люди хотят познать Аллаха без Аллаха, то есть без Кур'ана, как хотят познакомиться с Аллахом, субхану ва-та-Аля. Поэтому от одного ученого шейха Салиха Мухамеса такое и в практике попробуйте, примените каждый. Вот сегодня попробуйте, прочувствуйте. Перед тем, как лечь спать, прочитайте аяты из Кур'ана тафсиром. И те аяты, не аяты не аяты халали и харама, где Аллах, субхану ва-та-Аля, а аяты, где Аллах, субхану ва-та-Аля, говорит о себе. Весь Кур'ан, как говорят ученые, в общем, Кур'ан делится на две части. Одна часть, где Аллах, субхану ва-та-Аля, говорит о ком-то помимо себя, а другая часть, где хадису Аллах, где Аллах говорит о себе. Его имена, качества, атрибуты, субхану ва-та-Аля. Это, когда мы размышляем над именами Аллаху, субхану ва-та-Аля, над качествами, Аллаху, над атрибутами всего, что Аллах, субхану ва-та-Аля, мы начинаем больше любить Аллаху, субхану ва-та-Аля. Больше понимаем, какой аяты, где Аллах, какой он прощающий, какой он милосердный, какой Аллах, дарующий, как он дающий. Мы начинаем больше любить в этот момент Аллаху. Прочитайте вот эти аяты. Потом ложитесь спать. Поставьте будильник до утреннего намаза за какое-то время. За час, за полчаса, за минут сорок. Проснитесь на ночную молитву. Поспите, потом проснитесь. Возьмите, в тот момент, когда вы проснете в этот момент, братья и сестры, люди делятся на разные категории. Бывает такое, что человек заснуть не может, но еще просыпается. И вот тут люди делятся на категории. Кто-то берет свой телефон, смотрит, кто ему на эсмейску написал, кто-то в интернете лазит, кто-то телевизор включает, кто-то звонит кому-то, кто-то там храмными вещами занимается. А есть рабы Аллаха, которые просыпаются, оставляют свою теплую постель позади, свою семью и идут в комнату омовения. Берут омовения. И с каждой капелькой прощается о прегрешении, Субханаллах. Потом даже лучше, чтобы никто не видел тебя, ни семья, ни дети, никто. Берешь омовение, взял омовение, выходишь, берешь коврик, расстилаешь его, смотришь, где находится Кибла. Алхамдуллах. Говоришь, Аллаху Акабар. Аллаху Великий. И начинай читать аяты Кур'ана. И именно постарайся прочитать те аяты Кур'ана, которыми ты запомнил свое сердце ночью, перед тем, как начну молитву. Вот эти аяты Кур'ана, которые Аллаху Субханаллах говорят, где говорят о себе, как он рахман, рахим, как он прощающий, милосердный, какой Аллаху Субханаллаху Та'аля. Например, И в этот момент, вспомни, брат, моя сестра, что сейчас люди в этот момент, кто-то грешит перед Всевышним, кто-то там сейчас совершает тот или иной грех, но ты стоишь ты стоишь перед Аллахом, читаешь его аяты. Это великий почет, великое положение перед Всевышним Аллахом Субханаллаху Та'аля. Кто тебе позволил? Аллах. мы бы не нашли в этот путь если бы Аллах нам не указал на него чувствуй это своим сердцем и перед тем как ты падешь всячески в Аллах в гортане приблизится твой трепет перед Аллахом и уже падает ниц ты прочувствуешь сладость имана и будешь просить через те качества имена прояви ко мне я гафар то есть ты вот это всячески просишь ты обращался к Аллаху и возвеличил его через его имена и качества а тут уже через имена и качества всячески просишь об Аллахе это одно из тех вещей которые поднимает иман которые поднимает иман сухбату салиха это когда у тебя праведное окружение если человек среди грешников то у него всегда бывает слабый иман если он только не сможет повлиять на это общество и призвать их к благому поклонению Аллаху если его окружение, друзья и так далее они грешники и так далее то в этот момент его иман тоже слабеет вместе с джамаатом поэтому именно с праведными людьми также частые поминания Аллаху приходить постараться уделять время на мечеть потому что почему? потому что когда Аллах описал себя Аллах Аллах Нур Свет Небесной Земли потом когда он описал свой Нур в следующем аяте Аллах сказал нам где находится Нур Аллаха вот эти вот из тех вещей это первое вот этот это хаджут намаз с размышлением над Кураном чтение Курана в ночных молитвах это сухбата салиха праведное алхамдулля окружение это посещение мечети по возможности то есть опять же человек да мы работаем все и так далее по возможности постараться посещать мечети хотя бы там через день ночную молитву с джамаатом прочитать и так далее или на фаджер съездить то есть те вещи которые поднимает иман и часто поминание Аллаха и мы должны понимать братья и сестры то что иман он он поднимается и он опускается иман поднимается посредством поклонения Аллах и он снижается опускается посредством греховного пресвященного Аллаха вспомните хадис когда проходил мимо и когда когда они поздоровались на что он сказал я чувствую себя лицемерие почему потому что когда я нахожусь вместе с пророком Мухаммадом мой иман поднимается а когда я отдаляюсь от посланника Аллаха то есть возвращаюсь к семье к детям я забываю то есть мой иман не такой когда я нахожусь рядом с пророком Мухаммадом а у Бакра говорит я тоже себе это чувствую и когда пришли к посланнику Аллаха и сказали рассказали об этом на что Пророк Мухаммад сказал если бы ваш иман не поднимался не опускался то бы ангелы с небес спускались бы на землю встречали бы вас на дорогах и пожимали вам руки то есть имеется ввиду то что они не могут Аллах их сотворил такими их иман постоянно полный они не ослушаются Аллаха ангелы их Аллах так сотворил и все что Аллах приказал иман они выполняют но однако первыми кто зайдут в рай это не ангелы а это айбаду Аллахи ащакирина лиллахи аззаваджали это раби Аллаха благодарны всевышному Аллаху и каждый раз когда человек согрешил шайтан и грез хочет чтобы он что? чтобы человек впал в другой грех и отчаивался в милости Аллаху поэтому брат и сестра какой бы грех не был все мы грешны нету безгрешных людей каждый из детей они ошибаются они грешат и лучше из них те кто вовремя возвращаются к Аллаху и просят покаяние если бы вы не грешили сказал то бы Аллах поминал бы вас на другой народ который бы грешили просили Аллаха прощения Аллах прощал бы поэтому мы должны понимать то что иман поднимается опускается человек если согрешил ослушался должен вовремя вернуться благие дела стирает плохие дела и связать свое сердце с Аллахом просить у Аллаха чтобы наши сердца опять же возвращаясь к семье сколько бы у нас чего там не было в этой дуне каких бы больших богатств но это должно быть здесь в кулаке в руках а здесь должно быть у нас переполнено сердце переполнено сердце связью с Аллахом в отношении ко Всевышнему в кулаке в кулаке